Добрый вечер! В эфире ПРО Новости, в студии Уварова Елизаветы. Сегодня я познакомлю вас с самыми актуальными новостями детских организаций нашего города Замарт. Активисты Виктории познакомились с произведениями тамбовских художников, участников Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Поколение патриотов» активисты первичной детской организации Виктории Уваровского кадетского корпуса посетили Тамбовскую областную картинную галерею, где была выставлена экспозиция «Военная графика». В ней представлено около 50 работ, выполненных в свободной технике. Авторами работ являются Аркадий Васильевич Платицын и Борис Сергеевич Якушев. Эти художники – участники Великой Отечественной войны. Серия тематических мероприятий была проведена в детских организациях города в преддверии Международного женского дня. Активисты Виктории Виктории поздравили всех учителей с 8 марта с самыми теплыми пожеланиями и праздничной программой. А вот своих мам многие ребята из детской организации «Виктория» поздравили, присоединившись ко всероссийской акции «Портрет в весенних тонах», нарисовав портрет своей мамы. Некоторые стали участниками онлайн-акции «Моя мама – восьмое чудо света», написав теплые и красивые заметки о своей маме в социальных сетях. Директор воскресной группы Христорождественского кафедрального собора встретился с активистами детской организации «Эдельвейс». Накануне Дня православной книги Ярослав Александрович Кравченко совместно с активистами детской организации «Эдельвейс» побывал в лицейской библиотеке, где к этому дню была подготовлена выставка православной литературы, после чего в одной из аудиторий состоялась беседа о важности книги в современной жизни человека. В рамках встречи состоялось обсуждение духовно-нравственного состояния человека и необходимости соблюдения норм поведения. 13-14 марта в Воронеже состоялся шестой открытый военно-спортивный фестиваль «Служу России». На базе Михайловского кадетского корпуса прошел шестой открытый военно-спортивный фестиваль «Служу России», в котором приняли участие 8 команд. Среди них и команда активистов Уваровского кадетского корпуса. Программа фестиваля включала творческие, спортивные, интеллектуальные конкурсы, соревнования по стрельбе и стрелевой подготовке. Уваровские кадеты достойно представили наш город на фестивале. Они продемонстрировали скноровку, смелость и выдержку, умело проявили себя и в творчестве. По итогам всех испытаний активисты Виктории заняли второе призовое место и получили заслуженные награды из рук Анохина Юрия Михайловича. Юрий Михайлович – герой Российской Федерации, кавалер Орденов Мужества, участник двух чеченских компаний, полковник спецназа МВД Российской Федерации. 15 марта – Всемирный день прав потребителей. Прошел под девизом «Рациональный потребитель». Всемирная организация потребителей призывает обратить внимание на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за собой глобальные изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды и приводит к утрате уникальных природных объектов. В рамках Всемирного дня потребителей активисты первичной детской организации «Идельвейс» обсудили вопросы рационального потребления, высказали свою точку зрения по обсуждаемой проблеме и предложили способы для ее решения. Союз детских организаций Тамбовской области дал старт онлайн-марафону «Шаг за шагом». Каждый активист хочет, чтобы его детская организация носила звание «Лучший» в Тамбовской области. В этом году этого можно достичь, поэтапно выполняя творческие задания, онлайн-эстафеты «Шаг за шагом». К ней присоединился и Совет Уваровской городской детской организации «Фортуна». Активистами Совета «Фортуна» уже реализовано направление «Пресс-центр», а на этой неделе ребята работают в направлении «Шевская работа». Они посетили воспитанников детского сада «Золотая рыбка». Дети старших подготовительных групп стали участниками викторины по русским народным сказкам. Вместе с фортуновцами они рассуждали на тему «Что такое счастье», оформив тематический плакат и исполнили песню под гитару. В Тамбове подвели итоги заочного этапа регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». В марте уваровские активисты выбрали лидера 21 века. По итогам конкурсных испытаний победителем в номинации «Лидер детского и молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет» стала Молоткова Анастасия. Активист первичного отделения российского движения «Школьников» лицея имени Данилова. Победителем в номинации «Лидер детского и молодежного общественного объединения от 16 до 18 лет» стал Уваров Ильян. Активист первичного отделения российского движения «Школьников» детского образовательного центра «Кристалл». Их конкурсные работы были отправлены в Тамбов на заочный этап. И вот наконец-то опубликованы официальные итоги. В заочном этапе конкурса Молоткова Анастасия заняла второе место в своей номинации, а Уваров Илья – первое место в номинации старших лидеров. Теперь уваровским лидерам предстоит финальное испытание, которое состоится в Мичуринске. На сегодня это все новости. Как и всегда, самые свежие новости детских организаций города Уваровы вы узнаете в следующем выпуске «Про новостей», который выйдет в эфир 27 апреля. С вами была Уварова Елизавета. До новых встреч! Здравствуйте! Мы из детской организации «Радуга». Нас зовут Шипилова Настя и Епифанова Арина. Мы хотим показать вам несколько лайфхаков. Первый лайфхак. У всех школьников с собой всегда имеются ножницы. Для того, чтобы не пораниться ими, мы сделаем для них защиту. Для этого нам понадобится трубочка и ножницы. Отрезаем от трубочки небольшой кусочек. И надеваем на кончик ножниц. Вот что у нас получилось. Теперь не страшно брать их с собой. Всем нам задают сделать доклады. Но иногда бывает так, что улыботрепались. И стыдно сдавать такой доклад учителю. Но у нас есть идея. Для этого нам понадобится упаковка от чипсов, клик-рандаш, ножницы и любые декорации. В нашем случае это цветная бумага и наклейки. Мы берем упаковку от чипсов и обклеим ее цветной бумагой. Теперь помещаем внутрь наш доклад. Предварительно скатываем его в трубочку. И закрываем крышкой. У нас получился очень удобный тубус для докладов. И теперь хотим дать совет для всех. Выпейте горячий чай с лимоном, чтобы не заболеть. С вами были Епифанова Арина и Шипилова Настя. До новых встреч!